С новым годом, с новым счастьем и добро пожаловать в такой необычный ролик на мой основной канал, потому что именно в этом ролике как-никак мы должны подвести хотя бы небольшие какие-то итоги 2018 уходящего года и построить хотя бы вот такие маленькие планы на 2019 год. Хоть это и банально, но все же я должен это сделать. Поэтому беги на кухню, поставь на паузу сейчас ролик, иди сначала на кухню, завари себе чаечек, подготовь себе печенюшки, кто-то дошек может себе заварить, а кто-то может стыбзить немножечко маминого оливье, потому что она 100% уже наварганила тебе, я уверен. С яичком, с майонезиком. Чем меню я угадал, напиши плюсик в комментах, потому что мне кажется у многих есть оливешка и яичко с майонезиком. Я надену шапочку, потому что типа на вагоне настроение. На самом деле нет, просто у меня грязная голова, я хочу в шапочке посидеть. О господи, я не знаю с чего начать, я не знаю с чем закончить, я в принципе не знаю даже что рассказывать. Я прям уселся так нормально на стул, сижу в позе лотоса и сейчас с вами буду немножечко разговаривать. В первую очередь, чем я хочу начать и чем я скорее всего закончу. Это тем, что я тебе скажу огромное спасибо за то, что ты смотришь этот ролик, за то, что ты смотришь мой канал. Скорее всего этот ролик не соберет много просмотров и вообще мало кому он будет нужен, но я должен запечатлеть этот момент. И через год, когда будет заканчиваться 2019, я должен буду записать такой же ролик и подвести итоги того, что мы планировали сделать в новом году. В 2018 было много всего хорошего, было много всего плохого и было много всего того, что я не успел сделать, потому что времени свободного у меня было вот столько. Да и сейчас на самом деле столько. Кто не знает, я 10 декабря пообещал то, что до конца 2018 года я буду выпускать по 2 ролика в день. Сегодня, когда я записываю и выкладываю этот ролик, 31 декабря. Сегодня последний день, когда я выпускаю 2 ролика на своем канале за 24 часа. Я поставил себе эту цель, я ее выполнил и с завтрашнего дня на канале будет продолжать выходить по 1 ролик в день. Но у меня много планов, у меня в голове много новых рубрик, у меня в голове много новых планов на второй канал. Что самое главное, на втором канале также будет много новых роликов в 2019 году. Я планирую, я поставил себе цель то, что до конца 2019 года я должен добить 1 миллион подписчиков на втором канале. Я сделаю все, чтобы эта цифра у меня была до конца 2019 года, как я уже сказал. Я опять постараюсь заняться собой, потому что я, когда жил в Питере, я ходил в зал, у меня было правильное питание, я занимался собой, я вел здоровый образ жизни. К сожалению, после переезда в Москву все это пошло по одному месту. Я последний раз в спортзале был нормально, нормально. В середине мая я планирую с нового года начать все с нового листа, как это обычно бывает. В прошлом году я также поставил себе новую цель. И знаете что? В конце 2017 года я купил себе эту записную книжку. Я начал ее вести, я начал строить свою жизнь нормально, я начал записывать свои дни. И, честно, мне было сложно ее вести. Последний мой день, который записан в этой книге, это у меня... Ну, какой... 17 марта. 17 марта. Совсем недолго. Но зато половину всего, что я хотел сделать в 2018 году, я сделал. Избавился от вредных привычек, начал делать одно, перестал делать другое. Ну, сейчас у меня также очень много планов. И надеюсь, что вот этот ежедневник поможет мне в 2019 году получше справиться со своими целями, нежели вот этот, где я уже остановился на 17 марте. Если смотреть на уходящий год, то много всего у меня появилось на канале. И также много всего ушло у меня с канала. Появилась Катя, появились новые рубрики с Катей. Я стал чаще стримить, я стал лучше вести второй канал. Но, с другой стороны, пропали все те старые рубрики, которые были в 2017 году. Пропала дружба с людьми. Люди сходятся, люди расходятся. Кто-то уходит в жизни, кто-то приходит новый. Сложно иногда просто терять людей. Если вы спрашиваете, почему? Ну, потому что. Я не хочу углубляться в эти подробности, потому что эта тема уже обмусоливалась тысячу, тысячу и тысячу раз везде, где только можно. Я на твой вопрос, а почему вы перестали общаться, отвечал уже миллиард, миллиард раз. Я не держу ни малейшего зла на свою прошлую компанию. Да, я могу их называть своими именами. На Жеку, на Игоря. Просто так случилось то, что мы стали слишком чужими людьми друг для друга. И случилось то, что наши дорожки попросту разошлись. Если меня спросят, держишь ли ты обиду на что-то? Нет. Если меня спросят, как ты относишься к этим людям? Хорошо, скорее всего. Я плохого про них ничего не могу сказать. Во всей проблеме всегда виноваты две стороны. Один человек и другой человек. Скорее всего, всегда так и бывает. Поэтому, я надеюсь, на меня никто не держит обиды. Потому что я на кого не держу и могу сказать это. Могу излить свою душу. Мне просто нужно затронуть эту тему. Потому что, если я это не сделаю, в комментах опять начнут. Эдисон, Эдисон, ты про всё рассказываешь. Ты про всё рассказал. А про вот это самое главное я не рассказал. Вот рассказываю. Но что ещё самое главное. Где мой телефон? В Инстаграме я вчера выпустил пост. Где я расписал каждый свой месяц. То есть, я прям написал. В январе произошло вот это. В феврале произошло вот это. В марте вот это. В апреле вот это. В мае вот это. Каждый месяц. Поэтому, прям сейчас ты на экране видишь мой Инстаграм. Ссылочка на него есть в описании. Или перейди по нику Эдисон Перец. В телефоне вбей в Инстаграм мой ник. Зайди и посмотри последний пост. А если ты подпишешься, значит у тебя новогоднее настроение будет прям на высоте. Я уверен, что тебе на Новый год что-то хорошее подарят. А мне уже подарили. Оно находится там на заднем фоне. Но пока что я вам не буду показывать. Подпишись, пожалуйста, на Инстаграм. И смотри последний пост. Моя главная цель в 2019 году. Больше путешествовать. Не сидеть дома. Надеюсь, что я смогу уделять больше времени и себе в первую очередь. И своим близким, родным. Потому что в 2018 году этого, к сожалению, вообще не было. Найду больше свободного времени. Начну его уделять близким людям. Больше путешествий. Больше новых рубрик. Наконец-то доделаю татуировку на левой руке. Потому что она у меня уже тут годы, 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 годы. Я до сих пор не доделал ее до конца. Поэтому надеюсь, что в этом году я все же смогу это все сделать. На самом деле планов много. Но, как я себе уже поставил такую маленькую цель. Я должен улучшить 2019 год. Хотя бы на 20-30 процентов. Чем 2018 год был. Если у меня это получится. А у меня это получится. Потому что цель поставлена. Я в конце года также буду здесь сидеть. Ну не здесь, а скорее всего в какой-то другой квартире. Потому что за последний год я приезжал два раза. В два разных города. Жесть на самом деле. Надеюсь, что в этот раз меня не будет так мотать по всему миру. По всей России. Я где-то осяду на какое-то длительное время в одном городке. В одном доме. В одной квартире. И спокойно буду записывать день в день ролик. Ой, честно. Я такой человек. Когда я начинаю разговаривать. Я попросту не могу остановиться. Я бы с тобой прямо сейчас здесь еще сидел минут 30. И просто бы тараторил, 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 тараторил. Но мне кажется, не всем интересно смотреть именно вот такую подачу. Не всем интересно смотреть именно разговорный ролик. На час на мне без разницы. Потому что я записываю этот ролик в первую очередь для себя. Во вторую очередь для преданных подписчиков. А если ты преданный подписчик. Если ты досмотрел этот ролик до конца. Ты знаешь то что. Я всегда на каждом стриме, в каждом ролике. Искренне, со всей душой тебе говорю спасибо. Спасибо за то, что ты есть. Спасибо за то, что ты приходишь смотреть мои ролики. Спасибо за то, что ты приходишь смотреть мои стримы. Сидишь в моей группе ВКонтакте, сидишь в моем Инстаграме, смотришь мои истории, лайкаешь мои фоточки, общаешься со мной, отвечаешь на вопросы. Да прямо сейчас просто сидишь, смотришь этот ролик, возможно, ты уже поставил лайк, возможно, еще нет, возможно, только поставишь. Возможно, после просмотра этого ролика тебе захочется написать какой-то хороший коммент. Там, с Новым годом, с новым счастьем. Спасибо за то, что ты меня смотришь, за то, что греешь меня в те моменты, когда мне одиноко, когда мне нужна поддержка. Я, наверное, один из тех ютуберов, который не записывает ролики, мол, типа ААААННОВЫЙ ГОД СИМАРА Пошли бухать! Я, скорее всего, всегда изливаю свою душу и надеюсь, что тебе это нравится, надеюсь, что ты не против, что я иногда бываю излишне открытым человеком перед своими подписчиками. Но я себя веду так, как я себя хочу вести. Я открываюсь, потому что я хочу открываться. Я не хочу быть закрытым перед своей аудиторией. И мне не лень сказать тебе спасибо для того, что ты остаешься со мной. И надеюсь, что ты останешься со мной в 2019 году. С Новым годом тебя! Беги, поздравь своих родителей, поздравь свою сестру, если у тебя есть, брата, кошку, собаку, дедушку, бабушку. И передай им, знаешь что? Что Эдисон, того чувака, которого ты смотришь на ютубе, который записывает Майнкрафт, выкладывает влоги на второй канал, стримит по три раза в неделю. Передай им то, что я их также поздравляю с Новым годом. Успехов тебе! Счастья! Все цели в новом году должны быть выполнены. Но они будут выполнены только тогда, когда ты сам этого захочешь. Никто, кроме тебя, не выполнит эти цели. Помни это, пожалуйста. Джингл Беллс, Джингл Беллс, полные трусы Джингл Беллса. Спасибо большое, что досмотрел этот ролик. Всем удачи и всем пока. С Новым 2019 годом! А, вот еще, кстати, что. Я Катюху забыл позвать. Конечно. Че-то я заговорился, заговорился. А вот, чтобы наша Снегурочка вас поздравила с Новым годом, это я немножко забыл. Снегурочка! С Новым годом! С новым счастьем! Ну че, так, как будто ты желаешь, не знаю, хороших похорон. С Новым годом! С Новым годом! Снегурочка. С Новым годом!